Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о седератах. Тема как бы извечная, потому что каждую осень среди владельцев земельных участков кипят страсти. Что купить? Горок, фацелию, горчицу, рапс или что-то другое? Что посесть? Мнения тут разделяются, культуры разные, глаза разбегаются, потому что, кажется, седеральных культур предлагается где-то 10-15 разных видов растений. Потом приходит время, все-таки с седератом как бы вы определились, посеяли, где-то что-то по рекомендациям соседей, знакомых, кто-то интернета, посеяли седераты. Дальше уже в октябре месяце разгораются опять страсти. Что делать с седератами? Одни приверженцы органического земледелия доказывают, что мы седераты ничего не делаем, просто проходим плоскорезом, скашиваем, взбиваем плоскорезом, так они остаются на градках. Приверженцы старых технологий обязательно заделывать седераты в почву. А кто же прав? Давайте будем размышлять просто из своего опыта. Я расскажу, что правы возможны те и другие. Заделывать или не заделывать седераты в почву определяются двумя факторами. Фактор первый – почва. Если почва суглинок и глина, а глинистая тяжелая почва – обязательно заделываем седератую почву. И второй фактор, который влияет – это высота седератов. Если ваши седераты 8-10 сантиметров, как многие советуют, выращивать не выше, значит эти седераты беспокойно оставляются на поверхности почвы. Органического вещества у них мало, большой пользы для почвы они не принесут. А вот если ваши седераты уже 25-30 сантиметров, а то и выше, значит я бы посоветовал заделывать. Потому что большая органическая масса, когда попадет в почву, она будет почву разрыхлять. Почва станет более плодородной, более рыхлой, и она обогатится органическим веществом. При маленьком количестве, сами понимаете, что капнуть в стакан с чаем капельку сахара, вы совершенно не почувствуете. Поэтому исходим из этих условий. Ну почему тяжелая глинистая почва? Седераты необходимо заделывать. Потому что почва глинистая, она слеживается. Когда мы ее берем, перекапываем, любая, значит начинает поступать больше воздухообмен, улучшается, она остается комковатой почва, и соответственно она становится более рыхлой. И во-вторых, что глинистая почва, органика в любом количестве, большом или маленьком, она как бы разрыхляет эту почву. Поэтому вот почему в этом случае седераты надо заделывать. Если у вас пешчаные почвы, суперстанные почвы, легкие, конечно, и маленькая масса прошли плоскореза, срезали ваши седераты, и они остаются на поверхности. Но седераты тоже окажут пользу. В чем будет заключаться польза седератов? Польза седератов будет заключаться в том, что они будут прикрывать почву. Это будет своеобразная мульча. Они, конечно, смерзнут, но она будет замульчированная почва. Она весной под лучами солнца не будет трескаться так, и она будет как бы, ну, более влажная, более такая сырая, и весной, ну, как бы, более живая. Следующий нюанс такой. Если вы высевали овес, овес мы чашу сеем где? Овес мы сеем для защиты растений от заморозков. Вот по чесноку. Мы садили, ролики я показывал, что мы садили чеснок и сеяли овес. Сеяли овес, значит овес ни в коем случае тут мы не заделываем. Потому что для чего нам овес мы сели? Для того, чтобы он защищал нас чеснок от вымерзания. Конечно, морозы его убивают, он ложится на землю, но ложится мульча, корни не вымерзают, ну, они, то есть, мерзают корни, но они с почвы как бы не выскакивают, и это прекрасный не ветер, никакой ветер, никакой ураган не может этот овес просто-напросто выдуть. И у нас овес исправно несет свою службу. Несет свою службу наш овес и продохнет наши все посадки от зимних морозов. Далее по седиратам, что еще необходимо это самое помнить, что опять же, седираты мы можем высевать любые, и как бы очень многие, значит, уповая только на седираты, у вас очень на участке остается много растительных остатков. Это те же цветы. Канны, бархатцы, георгины, настурции. Эта зеленая масса измельчается. Вот у меня под ногами измельченная масса седиратов. Ну, сделалось все очень просто. Седираты были принесены на этот участок, значит, потом лопатой измельчал на месте лопатой. Лопатой порубал-порубал на мелкие куски. Вот. Но я для того, чтобы сделать почву более рыхлой, что еще делаю? Вот на эти седираты я насыпаю слой перегноя. Ну, слой перегноя где-то 2-3 сантиметра. 2-3 сантиметра слой перегноя. Но перед тем, чтобы седираты мои быстрее разложились, я как бы рассыпал амофос и добавил немного хлористого калия по этой поверхности. Ну, расчет такой, что хлористого калия, где-то амофоса, хлористого калия где-то по 20-30 грамм на метр квадратный. То есть, это самое 2-2-1,5-2 ложки без горки на 1 метр квадратный. Это вполне достаточно. Это что дает внесение, значит, этих удобрений. Это обращает почву питательными веществами раз. И, во-вторых, эти удобрения, внесенные по поверхности седиратов, как бы скорее их разъедают. Седираты скорее как бы минерализуются и к весне становятся доступны для наших растений. То есть, минерализация седиратов идет гораздо-гараздо быстрее. Если вам надо еще ускорить минерализацию, значит, знаете, все делается очень просто. 100 грамм мочевины на 10 литров воды и наши седираты опрыскиваем. Опрыскиваем, после этого мы заделываем почву. Ну, а у меня как бы слой перегноя, слой доломитовой муки опять же даю. Почва раскисляется, потому что почва на участке кислая. И почва становится весной очень плодородная, такая рыхлая. Я потом начинаю что-то по этой почве, где у меня были заделаны седираты, садить. Уже ранней весной на этой почве я могу спокойно работать граблями. Уже почву не перекапываем ни в коем случае. Мы прокопали на зиму. Весной остается только ее грабельками подровнять, сделать красивой, выровнять где-то появились ложненькие и можно высевать любые холодостойкие культуры. Вот. Или все те же самые седираты. Ну, если будем все седираты по новой, то уже ровнять почву не надо. Если вы по следующим советам, значит, исходя из своих типа почвы и высоты седиратов, уже поняли, что это очень важно. Масса седиратов, которая надземная получается. Значит, вы будете иметь хорошие урожаи любой культуры, которую поставите на этом месте. И не забываем, что если вы седираты заделались в почву с осени, значит, весной на этом месте вы можете высаживать даже корнеплоды. Потому что, в отличие от того же навоза, который минерализуется еще, когда идет кончат, концу мая, седираты уже к началу мая они просто-напросто в почве разлагаются полностью. И корнеплоды становятся красивыми. Ну, в морковке не появляются такие, что много корней, это самое, свякла, они кучеравятся. Это все благодаря тому, что седираты были заделаны с осенью. Поэтому также обращайте внимание и на культуру, которую вы будете съесть здесь, где были седираты. Если вы седираты не заделывали, значит, тут ограничений нет, седираты. Ну, а если седираты с осенью заделаны, опять же, ограничений нет. Смело сейте. Это раз, и вот вы представьте, что если мы седираты заделали осенью, значит, весной этой работой нам уже не надо заниматься. Наша почва рыхлая и сразу пригодна к посеву, как бы мы разрушаем свою весну. Богатых вам урожая. До свидания.